Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Костодин, сегодня наша тема лекции видео урока следующего Вздутый живот Значит, мы сейчас уберем метеоризм, расширение желудка газы, еще какие-нибудь заболевания кишечников и так далее и тому подобное Почему? Давайте немножечко мы сейчас расскажем в этом видео о тяжелом состоянии вздутия живота которые многие специалисты не могут понять Вот живот вздулся у человека и все Это не желудок, это не кишечники Это состояние, прежде всего, органа и меридиана почек Вот так вот Почему мы всегда твердим диагностику 12 меридианов в помощь? С почками, как и с поджелудочной, лучше не шутить Но лучше не шутить с поджелудочной, чем с почками Почек-то две Одну вырезал, другая там осталась на физическом уровне А поджелудочную не вырезаешь никак И с ней с половинкой не прорвешь Это не единственный транспортабельный орган Поэтому давайте мы коснемся почек Почему? Потому что живот это инская энергия Спина это янская энергия Потому диагностика 12 меридианов при вздутии живота Либо при вздутом уже животе При котором многие специалисты не могут определить состояние внутренних органов Вроде бы человек сдает анализы, все хорошо, а живот-то вздутый Поэтому в каком состоянии почки? Это первый ответ Пожалуйста, внимательно смотрите, как простирается данный меридиан почек Вы меня поймете, при чем здесь мочевой пузырь? Ответ сам напрашивается Элемент воды В нее уходит меридиан мочевого пузыря и меридиан почек И вот дисбаланс между меридианом мочевого пузыря и меридианом почек Может привести, простите, в вздутию живота Я в своей практике частенько видел, что порванные меридианы Порванный меридиан почек между собой Вот представьте себе, меридиан мочевого пузыря воспален А меридиан почек слабый и при этом еще он порванный Как это понять, порванный? Внимательно смотрите мои лекции Виды диагностики Вы поймете, о чем я говорю Допустим, правая ветка меридиана почек воспалена А левая ветка слабая В них нет баланса Та ветка на себя тянет лямку Эта ветка на себя тянет лямку Та вниз тянет, та вверх Если мы будем рубашку, либо футболку, либо любую, скажем так, вещь тянуть вверх-вниз Кто-то должен уступить Либо в конце концов мы порвем футболку, либо рубашку Вот так вот рвет человека Только даже человек не понимает об этом Что состояние именно меридиана почек может разорвать человека напополам Но это проявляется по камеси вздутием живота Мы еще раз подчеркиваем Живот – это инь, спина – это янь Основной виновник вздутия живота, либо при вздутом животе – это орган почки И диагностика 12 меридианов нам в помощь Первое – выяснить картину, в каком состоянии энергия инь и янь Второе – нет ли порванных меридианов, либо не порван ли меридиан почек Третье – в каком состоянии почки и мочевой пузырь Два меридиана, потому что они относятся к стихии Киньской стихии, к стихии воды А водой все сделано Вселенной Тут нужно знать, тут философски нужно подходить, очень творчески Поэтому, уважаемые зрители, вот зачем мы частенько говорим, говорили И будем утверждать, и постоянно в наших лекциях будем твердить об этом, что диагностика 12 меридианов – это важный аспект Да, потому что слепо, очень слепо можно подойти, помогая человеку при тех или иных заболеваниях Не учесть какие-то нюансы, будет глупо, неразумно И лечение может затянуться на несколько десятилетий Поверьте, в своей практике я встречал людей, которым неправильно ставили диагнозы восточные философы, скажем так, иглотерапевты Человек лечил неправильно себя с помощью оккупантурных точек И это лечение ничего не приводило, никакому улучшению, только к ухудшению Вследствие чего, этот дисбаланс ини-янь продолжал разрушать здоровье человека, либо физически мир человека Вот и все, элементарно просто Потому нам первое, что нужно, восстановить баланс почек между собой Восстановить баланс между меридианами 12 ини-янь Выровнять все 12 меридианов, ини-янь, ини-янь, и держать этот баланс в норме И в помощь нам точка В11 даджу, которая всегда используется при вздутии живота Не забывайте, пожалуйста, мы читали лекцию, что данная точка лечит все заболевания, связанные с органами ин А вот тонизировать или седатировать ее, простите, здесь может показать только, что диагностика 12 меридианов Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание